всем привет всем здрасьте дорогие друзья с вами кисель и в этом видео будем с вами рассматривать один очень при очень интересный фит который показывает себя довольно таки хорошо как и в пве ну так наверное нет за пвп не скажу не знаю и что самое прекрасное он не очень требовательный его можно сделать чуть ли не на самых первых парах игры учитывая все что есть остальное в плане эффективной плазмы и остальных сборок тут все гораздо проще ну что ж с вас как всегда лайк подписочка колокольчик осмя контент поехали на чем собственно основывается данная сборка все да нельзя просто это многоствольные орудия да все полностью многоствольные орудия с инженерами но не простыми а гаечка на здесь на эффективное орудие почему стоит она поймете дальше и эксперимент алочка зажигательные боеприпасе ки система подающий модифицированные боеприпасы нагретые снаряды обладающий большей мощностью носящий в основном тепловой урон то есть у нас как бы это все превращается грубо говоря кавычки и так далее в лазеры но прикол в том то что распределитель эта штука почти не жрет и это очень сильно нам развязывает руки в плане маневров в плане танка ну и общего распределения системы то тоже самое оружие те же самые движки и так далее я думаю это понятно так вот смысл такого фита а смысл здесь таков и он на самом деле очень прост на поверхности прикол в том то что чтобы уничтожить корабль нужно вынести ему силовую чтобы она кританула понятно то есть наша задача данным фитом просто-напросто снять щиты цели это хорошо а дальше просто-напросто выбираем силовую и зажимаем гашетку поскольку у нас вылетает много единиц так сказать снарядов за единицу времени то есть ну залп у нас довольно серьезный и силовая кританет наверное быстрее нежели мы будем строить другим правильно и как раз таки в этом фите оправданное использование гимблов да я мог поставить сюда все исключительно на фиксах и таким образом просто заливая все и не попадая по нужным модулем а так мы будем выбирать нужный модуль с которым мы хотим работать и гимбалы будут сами тут до наводиться это очень удобно и еще суда ставить в два первых слота пушки связанные с коррозийными боеприпасами не нужно ибо выпиливать корпус нам тоже не нужно нам главное вынести силовую выносим щиты выносим силовую никаких проблем единственный минус который я могу заметить здесь это то что корабль может греться но этот корабль греться не будет если поставить на мамбу на фердиланс там может быть да это скорее всего на маме тут то с этим делом все хорошо от плюс гайка эффективное орудие нет ну конечно корабль можно просто уничтожить затыков его корпус до смерти но ребята тут все немножечко по-другому просто уже провел тесты я знаю чем говорю и еще такой момент какие корабли для этого дела у нас собственно подходит давайте начнем с наиболее низких кораблей я думаю можно посоветовать любой корабль который имеет большое количество орудийных гнезд насчет аспа explorer не знаю чефтейн челленджер может быть но у нас еще есть ганшип у нас есть крайт мк2 у нас есть фердиланс мамба под большим вопросом на ней не тестировал да и фердиланс немножечко под другое дело но все же плюс естественно анакон дочка великолепно показывает каттер тоже хорошо но ребята с каттером в пве это нужно уметь летать фалов да к сожалению или бы к счастью корветы имеет великолепную маневренность лучше чем у анаконды и больше собственно танк тоже неплохой вариант ну а type 10 ребята там только если с инженерами на движке потому что корабль ну капризно рекомендую анаконду ибо что ибо ей не нужен имперский ранг ей не нужен федеральный ранг ну и собственно анаконда есть примерно у всех ну у большинства игроков которые хоть как-то там подняли бабла она будет и на ней это смотрится идеально еще один приятный момент данной сборки касательно вашей силовой да не так сильно ее и сжирать будет то есть у вас будет запас здесь конечно фит довольно странный с извращениями я его ближе к тому моменту когда полетим тестировать на неписи исправлю здесь нас получается 2 400 считайся спон тысяч армора можно конечно это дело примерно выровнять чтобы было одинаковое количество щита и на всякий случай корпус но ребята при том что стоит вооружение при том что здесь все вот это вот есть и усилитель щита тоже применение 70 процентов то есть принципе можно еще собрать это дело на бронированной силовой что неплохо так ну вот собственно это можно все сделать и у первого инженера тода бластером макуина по нему есть видос я его оставлю в описании либо он вылезет подсказочкой ничего сложного стартовые инженеры никаких проблем и он делает многоствольные орудия друзья в пять гаек но будьте готовы понадобится материала большом количестве видео касательно фарма материала у меня имеется целенаправленно фармить определенные материалы будь то сера будь то теплорассеивающая пластины и так далее и так далее не надо проще выформить все что возможно а недостатки уже потом обменять так будет проще ну естественно экспериментальный эффект тоже здесь накидывается и все прекрасно распределить питание здесь стоит как вы видите быстро заряжающиеся плюс сверхпроводники и все просто сейчас зажимаю гашетку и все будет хорошо и обратите внимание сразу на температуру корабля 35 процентов и тут у нас одна пипка в оружиях там конечно перезарядочка ну да ладно я подержу подольше не страшно сильно вы не прогреетесь распредителя вам в принципе хватит даже в таком случае потому что у вас будет маневровой бой вы будете доворачивать до цели в плане температуры ну сколько я уже стреляю без остановки и пока что 60 естественно если конечно я бустану из температуры повысится но все же не забывайте то что маневровой бой и вот только сейчас вот это дело заканчивается если я поставлю таким вот образом то по идее должно пойти восстановление ну или же он застопорится нет идет восстановление ну вот 70 градусов 73 75 80 проблем быть не должно что касательно остального фита данного корабля здесь все по канонам усилители щита 4 в жир 4 в мультирезисты то есть если что с версальной защитой супер конденсаторы далее надежно сидите щита супер конденсаторы я думаю это понятно основное оборудование силовая естественно что больше выдавала но здесь это не особо критично пока что в данной сборке маневрового двигателя в грязную настройку fsd щеку я везде ставлю увеличенную дальность система жизнеобеспечения но я поставил все-таки а колосса не д распределить питание быстро заряжающийся как я говорил не нужно делать распределитель с фокусом на орудие либо на что-либо другое запомните это сенсоры на облегчение а вот по дополнительному оборудованию здесь довольно странный фит тут получается термостойкие щиты с быстрым зарядом они такие должны быть изначально но здесь стоят усилители для корпуса потом я наверное их поменяю уже непосредственно на усилители щита стражей потому что конечно когда у вас дофига корпуса это звучит прекрасно но не забывайте когда вам снимут щиты а такое может произойти если будет много противников и при том то что вы без банок летаете потому что в пве банки на двух поточке на такое обычно банки используют на призме но все же вам могут вынести внешнее оборудование а это все ваше оружие ваши так сказать усилители щита и самое страшное это движки если вам вынесут движки вам конец и спасибо большое зефиру за так сказать участие в данных тестах времени было потрачено так нормально как собственно и внутри игровой валюты а мы переходим к тестам на игроках на кораблях и с инженерами и без инженеров а потом уже перейдем к не писи в общем кобра чко у у нее получается 833 брони 583 щита я прикреплю скрин если не забуду работаем по силовой потому что собственно в этом и весь замысел ну и потекло все довольно быстро и до распределитель конечно же из-за того что там на га ствол к это не живет распределитель и как видите мы не прогрелись хоть тут у нас и зажигательные боеприпасы все потому что скорее всего эффективное орудие наверное все же из-за этого точно не знаю просто мамба вердиланс и остальные корабли у меня очень сильно грелись ну что у нас края там к 2 здесь 1060 щита и две с половиной тысячи брони на секундочку давайте смотреть ну кстати довольно быстро таких мобов вы уже вряд ли встретите в зоне добычи но все же так понеслась 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 так что вылетит быстрее силовая или корпус распределителя пока что хватает нам да силовая по ходу 1 от едет и в принципе с кораблем все и еще гораздо раньше нежели мы разнесли корпус мне нравится эта сборка хоть и я не очень-то сильно люблю влежные fit и которые так сказать не могут на долгой основе находиться автономно то есть грубо говоря топливные рельсы топливная плазма все интересно ну хотя тут столько боезапаса ну ладно давайте следующий корабль ну собственно для разнообразия фердиланс его характеристики вы сейчас увидите на экране на счет 3 стартуем 1 2 3 но относительно приятно идет все будет с небеси в различных местах я даже представить пока не могу так добрались до силовой и чтобы быстрее отъедет корпус или же силовая распределителя пока хватает но впритык так плана корпуса уже все и мы в этот момент собственно и повредили силовую но потом она уже кританула неизвестно когда ладно хорошо давайте-ка ну чего-нибудь побольше ну давайте она кон . тут у нас 2 200 считает 5000 брони но без резистов поскольку без инженеров но должно быть я думаю интересно так ну заметно проседает щит даже добротно проседает причем две пипки распределителя в оружии полностью хватает правда он здесь быстро заряжающийся но в этом собственно весь смысл ну как видим очень хорошо очень хорошо а теперь смотрим что быстрее отъедет силовая либо же корпус так суть по всему силовая при этом гораздо быстрее нежели все остальное до до 80 процентов как бы корпуса было и в этот момент силовая сдалась и сейчас она вроде бы кританула да она кританула вот чем собственно смысл данного фита работаем исключительно по силовой и ждем крита поскольку выстрелов здесь у нас довольно много за единицу времени то есть залп шанс крита довольно высокий ладно хорошо интересно давайте-ка теперь поразвлекаемся с кораблями которые у нас с инженерами это друзья мои получается уже антиксена край тмк 2 давайте смотреть что мы сможем сделать с ним насчет три раз два три так на мне штраф почему не знаю так опять штраф зона запрета огня почему дайте поближе подлетим что я не знаю так давай 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 ну да силовая держится получше так силовая по нулям 8 процентов корпуса осталось любое следующее шальное нажатие гашетки может привести к уничтожению корабля почему я в зоне я не понимаю а теперь понимаю что-то как-то недостаточно отлетел ну да ладно давайте что-нибудь помощнее ну что друзья тайп 10 с инженерами сейчас вы увидите картинку друзья и тут у нас получается 2400 щита сопротивление кинектику 58 термалу 61 взрывом чуть ли не под 70 и брони 5000 примерно с резистами кинектику 31 к термалу 33 к взрывом 30 конечно в принципе нам по барабану нам главное снять щиты и добраться до силовой кстати силовая у т.п. 10 прячется за его большим горбом ну да ладно ваши ставки напишите в комментарии насколько быстро это произойдет а я сейчас просто-напросто начну по нему стрелять когда найду секундомер что все это было красиво на счет три начинаем раз два три ну могу сказать то что такую непись друзья вы вряд ли встретите с такими резистами с такими показателями и так далее но просто интересно что же вообще эта штука может сделать против реального игрока да да интересно 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 как быстро мы вынесем силовую и сколько корпуса у этой дуры останется блин серьезно реально серьезная штука тут-то в принципе барабан уже чем стрелять зажигательными зажигательными резисты здесь высокие блин мы все еще ковыряем щиты сильно сильно если это будет призматический катар оооо там прям все там еще и банки будут что меня радует температура я так и не понял заслуга или это эффективного орудия либо чего-то другого то что просто это анаконда а не какой-то там средний корабль ну повторюсь мамба чуть ли не горела с них да и фердиланс тоже неприятно себя чувствовал зажатой гашеткой так подходим к концу щитам и пошла силовая что-то не критуют все кританула две минуты одна секунда а сейчас вы поймете зачем я засекал непосредственно время и да естественно я подготовил для этого дела еще корвет не обращайте внимание то что он без щитов распределитель здесь какое нужно вооружение что нужно нам нужно узнать лишь я не знаю насколько это будет быстрее либо же нет насчет 3 стартуем 1 2 3 что за проблема еще раз раз два три ну теперь нормально все пушки стреляют да все пушки стреляют можно даже приподнять на всякий случай у нас получается две четверки могучие сильные две единички которые находятся впереди и сводятся великой четверочкой две двойки бабокам одна тройка внизу на всякий случай мало ли вы не знали можно было конечно протестировать катар можно было протестировать type 10 но и ребят вы же знаете то что у анаконды вроде как по идее самый большой урон если поставить на нее многостолки на другие корабли тоже но мне вот интересно именно как покажет себя два четвертых орудия там было две минуты одна секунда так уже минута блин хоть тут стоит и силовая не а класса все равно мы не греемся все равно мы не греемся минута 30 и сейчас уже слетят щиты отлично пошла силовая вроде бы даже помедленнее так внимание не критует критонула но у нас получается две минуты одна секунда у анаконды и две минуты 11 секунд у корвета довольно спорные моменты учитывая то что скорость использования боеприпасов здесь будет помедленнее потому что у нас есть две четверки которые имеют более низкую скорострельность и что в этом плане выбирать ребята я ставлю на ваш выбор мы дальше полетим тестировать на ней писи это все дело на анаконде конечно же но она просто есть у всех она не требует ранг империи не требует ранг федерации она не type 10 которую просто ну прям требует инженеров чтобы поворачивать нормально в общем пересаживаемся на конду ну конечно может быть это все такое ну из серии следовало бы сделать по десять заходов и тестировать смотреть а потом среднее значение высчитать но блин это будет ребята дороговато я считаю ладно давайте посмотрим что у нас будет с мелочью ну а по мелочи еще попасть надо ну в принципе орудие довольно скорострельные если мы даже не будем падать и по силовой мы и так как спокойненько разберем потому что что потому что гимбал конечно же если у цели есть чав лаунчер ну то есть фольга будут некоторые проблемы но все равно подождать 10 секунд и продолжить стрелять можно в любой момент но по мелочи все равно работать такое себе удовольствие вам скажу особенно с больших орудий мелкие размера 2 1 конечно за счет своей скорострельности попадает гораздо более активно ну как вот вы можете заметить ну и первый у нас находится извините меня сзади и внизу и мы даже не успеваем собственно поработать по внутренним модулям цели так разваливается очень-очень быстро поэтому просто попали четвертой пушкой по ней давайте кого-нибудь побольше легенда вернулась копающий блин мать его ганшип я тебя сто лет не видел это хороший знак значит видос скорее всего вам зайдет блин не уж что он реально сейчас копать будет слушай тут много стволь на орудии установщик мин у него есть а проходочный лазер это и мой дружище а просто возвращение блудного сына ладно копай дружище посмотрим что у нас будет в ультуре и корабль тоже конечно маленького размера но побольше тех надо было получше угол взять и зайти покрасивше ну да ладно слишком далеко нормально но опять таки проблема учитывая размер корабля ну вы видели тесты тесты были прекрасные как по мне и опять час будет долгие до вороты бой на пролетах и ну такое себе конечно вот теперь попадаем хорошо так похоже он помер от тарана ну да ладно не проблема имперский клипер ну давай вот я говорил про как раз таки про чафы но на близкой дистанции они практически бесполезны давай дружище ой ребят тихо проезжайте не задевайте меня баночка которая его в принципе то не спасет опять чафы противные и снова противные чафы блин ненавижу их если честно вот тут кстати нормально бы сработали фиксы потому что близкое расстояние и пытаемся попасть по силовой и снова чафы да это единственная проблема данного фита чафы 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 еще раз чафы ну мы увидим то что силовую мы почти раздолбали ему то что он зарегинил все щиты ему не поможет потому что мы их быстро снимем силовая по нулям учет пока мы по ней не попадаем не можем критануть из-за опять-таки чахов сквозного пробития у нас нету как у рельсы со сверх пробитием к сожалению только вот на пролетах когда видно спинку видно пусиком и как-то можно с этим про взаимодействовать чтобы но все равно ладно и так сойдет элитная анаконда и блин вот жалко конечно то что она элитная так бы я не стала бы просто у нее есть чафы которые прямо так портят картину нормально ну плынче тому же и сняли считай банка не спасает естественно и пошла жара силовая у нас уже ой ой хорошо хорошо ну вот с большими кораблями прям приятнее силовая уже все и просто шальное попадание и ее не будет все даже быстрее чем с другими кораблями и да вот то что пришло 300000 ребята умножайте на 5 потому что я сейчас нахожусь в горизонтах здесь просто неправильное отображение элитная анаконда за которую дали полтора ляма отъехала очень и очень быстро этот вид себя показывает лучшей степени на кораблях среднего размера и выше а вот как это будет дело работать с кораблем у которого нету дипольных отражателей сейчас у меня просканирует и начнем он правда в крыле но на самом деле по барабану танка здесь на двоих на троих давай поворачивайся и понеслась да в этом случае мне кажется быстрее от едет корпус нежели силовая но все равно как можете заметить это очень эффективное орудие ну прямо очень мне прям реально нравится прям реально думаю перейти со своих любимых фитов на пучковых лазерах исключительно на плазме и именно на данную многостволку ну а там остались мелочевки стервятник да и там еще кто-то вдалеке фигня даже бить не буду просто напросто улечу да вы чё угораете снова копающий ганшип что-то не пизднает такое чего не знаем мы потому что но это прям реально странно но это значит видосом сто процентов зайдет ну да ладно я думаю с не писью в таких местах как зона добычи понятно в принципе все давайте-ка куда-нибудь посложнее где по классике пиратские сигналы блин а еще такой момент получается я могу запросто поставить сюда призматические щиты две банки чтобы они работали вместе на одно нажатие и теплоотводную катапульту и силовой хватит в этом возможно потом сделают для себя двух по точке для пве ребята хватает за глаза седьмого тут не было авик я сюда уже закинул но в принципе что 5 что 7 то 6 непись тут более-менее одинаковая давайте-ка найдем анакон дочку тут и наверное придется сделать серию релогов а кстати нет вот есть анакон дочка давайте-ка посмотрим что мы сможем с ней сделать ох честно вот даже не знаю что сейчас получится надеюсь все будет хорошо сейчас нами за сканирует развернется я начну по ней стрелять крыса нет его я игрок ну давай отлично так блин если бы так шмальнул бы сразу в нее шестью плазмами которые были то на анаконде наверное было бы поинтереснее но это с ближней дистанции а тут получается мы можем и на дальней работать так хорошо идем очень хорошо идем так кажется мы этот фит повезем с вами на пиратского лорда либо что-нибудь такое там еще федеральный корвет можно встретить по идее так работаем исключительно по силовой до по силовой так баночка но сейчас мы это дело исправим все баночки нету щитов нету и пошли накидывать по силовой нужно чтобы он повернулся к нам ну вот так вот думаю сойдет хотя нет лучше конечно под прямым углом чтобы уж прям точно давайте-ка вот так вот сделаем о ну вот в лобешник конечно не пробивает я сейчас говорю то что он не пробивает силовую лобешник имеется виду а вот с таких ракурсов идеально но еще надо попасть ну слушайте уже мало корпуса у него так скорее всего первым развалится корабль нежели силовая а нет может силовая так силовая разобрана 30 процентов корпус осталось или просто ждать пока сработает крит по ней все элементарно если бы я не бился батараном счетов было бы естественно больше fit в плане счетов и корпуса я не менял кританула по ходу да 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 нормас как видите щиты такие же корпус такой же в какая что интересная зараза получаешься ладно давайте что-нибудь еще более серьезней ну вот для разнообразия чего вам одни фердиландцы с стервят никами будет корветик посмотрим что мы сможем сделать сейчас мы найдем этот несчастную где что силовая то ее моего спряталась вот отлично 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 а почему он никак не двигается от слова совсем странно может завис ладно давайте смотреть а жил или ожил не знаю как правильно в общем стреляем стреляем ух тут и плазм очка у нас у него две четвертые плазмы наверху вот это сейчас будет интересно так 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 если конечно него паршивая диполька ух ты как хорошо прилетела мне так это тарана так быстро или от чего я не совсем понял так у него есть баночка давай 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 10 секунд заканчивай свою работу заканчивай свою работу говорю еще плазма прилетит еще раз нет не прилетит так хорошо идем хорошо да интересно получается однако да мы сейчас его тараном просто разберем таким образом давай 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 силовая пошла отлично отлично но похоже все таки корпус развалится здесь быстрее а хотя не факт не факт не факт не факт не факт не факт все силовая есть но она уже не критает мы разобрали корабль она 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 успела критануть ну прикольно прикольно блин это был корвет да давно против корветов я не бился конечно ну как же мог вас оставить без миссии крыла по уничтожению одного очень-очень опасного пирата да это фердиланд со стервятниками то есть и вот наше вот задание и тут как всегда наш герой давайте смотреть что у нас тут будет если хотите чтобы я добавлял в теста вот тот федеральный корвет который был в задании то напишите об этом ну что ж давайте сразу выберем ему силовую что у неписи был имперский молот или мне показалось секундочку охренеть имперский молот у неписи ну да ладно полетели за ним как видите он будет наверное поживее чем тот корвет но он размером поменьше и попасть по нему тяжелее ну хоть без чахов вроде как нет с чахами вот зараза корвет здесь конечно было бы получше плане маневренности это бесспорно не но он разбирается вид для ленивых знаете если плазмой нужно выцеливать рейсы нужно выцелить тут просто берешь выбираешь куда нужно стрелять и просто зажимаешь гашетку в этом-то и прикол ну вот конечно же таран естественно почему бы и нет все счетов нету и он запустил опять свои мерзкие чав и теперь смотрим будем ли мы дамажить по силовой несмотря с какого угла на самом деле но мне кажется в этом случае корпуса едет быстрее до фитхи не менял здесь также 2 с копейками счета блин разбрасывайте дипольных отражателей реально портят картину использования данного корабля но это одна из самых жестких неписей вообще в игре который только может вам повстречаться жестче только торгоиды друзья большинстве случаев вы вряд ли будете фармить таких ребят а если и будете то заход у вас будет один по фармили сдали миссию и прикол в том то что боезапаса вам хватит за глаза на одного такого ну вот и все никаких проблем можно еще конечно с мелочью разобраться но как видите задание выполнено а это чисто аля дополнительное задание но не знаю давайте посмотрим чего с нами будет счетов то уже как бы маловато еще посмотрим просто как будем быстро их выносить и будет понятно но относительно быстро на опять-таки чав но это не смертельная задача для нашего корабля вообще нет что таранчиком можно полирнуть это делаем и все у вас будет хорошо так что не волнуйтесь ну собственно как я и говорил это почти идеальнейшая сборка блин вот не знаю как будет с фиксами но мне кажется будет хуже ибо по силовой отрабатывать мы не сможем разъедающие боеприпасы суда не нужны потому что нам нужно как можно быстрее вывести щиты а дальше работать непосредственно по силовой если прям очень сильно хотите поставьте два первых себе орудия многоствольных имеется ввиду с разъедающими боеприпасами окей распределитель не используется вообще что позволяет нам ставить в систему очень много пипок что очень сильно повышает нашу выживаемость ребята повторюсь это был фит на котором всего лишь всего лишь 2300 щита здесь можно сделать и 34 и выше не забывайте об этом а если взять корвет ребята там у нас плюсуется и хорошая маневренность и щита у нас больше и пушки у нас по идее позлее но тот тест показал разницу в десять секунд что странно но все же так что решайте использовать вам это или нет я скорее всего это себе оставлю и внесу там не знаю золотой пантеон пве фитов либо что-нибудь такое а у меня на этом все друзья всем спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал жмахайте колокольчик в описании под видео будет ссылочка на плыли со всеми видео касательно и light дэнджерс друзья мы переходим за 700 твой ой за 700 господи за 480 видосов уже перешли скоро будет и 500 говорю столько сколько отснял для того чтобы понимали сколько работы проведено у меня по данной игре и дальше ребята больше потому что одиссея торго и dpvp тематика ну и так далее плюс многие видосы я структурировал в плейлисты что это означает в описании вас ждет 21 плейлист обзоры кораблей топа кораблей реобзоры материалы данные стражи торго и да интересные места комбинезоны ручное оружие вооружение кораблей что как инженерить инженеры ребята куча всего интересного но это лишь одна пятое от всего что отснято да плюс будут ссылочки на социальные сети такие как инстаграм группа вк дискорд сервер и телеграм канал где публикуется информация выходящих видео непосредственно в день их релиза друзья также в телеграме дискорде имеется чат и чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касается различных игр игр играет там хоть в кайску хоть дотку ходит геншин хоть new world во что угодно потому что я сам играю в разные игры как по жанру так и по сеттингу я думаю вы это уже заметили и еще такой момент моя эскадриль получила минорную фракцию что это означает у нас есть своя система свои станции космопорты и все прочее и мы расширяемся при этом если хотите поучаствовать во всем этом деле то в дискордик там все правила вступления правила эскадры из серии шнуры мы не дергаем и так далее и пожалуйста пишите какие игры вы хотите видеть на канале какие обзоры какие гайды какие стрим у меня есть свой список я сверюсь собственно с вашим а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока до встречи в космосе